Всем привет! Здесь я хочу рассказать, возможно ли сделать самому термопрокладки наподобие таких, что используется в видеокартах, ноутбуках, ряде игровых консолей и других устройствах. Для этого воспользуемся двухкомпонентным силиконовым герметиком, идущим сотвердителем, а в качестве наполнителя оксидом алюминия, который является диэлектриком. Предварительно порошок желательно измельчить, что я и делаю, используя агатовую ступку с пестиком. Затем наполнитель остается взять в некотором количестве по отношению к силикону. Определение оптимальной концентрации дисперсной фазы к дисперсионной среде представляет отдельное исследование, и для каждого материала она может быть своя. Для первого раза было взято массовое соотношение порошка к силикону 1 к 2. Подготовив компоненты, их остается смешать и вновь тщательно перемешать до однородного состояния. Процесс гомогенизации таким образом я проводил в течение 15 минут. Следует отметить, что в полученной суспензии при помоле образуются воздушные пузырьки. Чтобы их удалить, помещаю ступку в термостатируемый вакуумный эксикатор и создаю давление минус 60 см ртутного столба. Так оставляю на 30 минут при комнатной температуре. В процессе дегазации на начальном этапе можем наблюдать достаточно интенсивное выделение воздуха и суспензии. Спустя указанное время постепенно сбрасываю давление в камере и достаю ступку. Теперь остается добавить отвердитель в пропорции 100 частей основы к 6 частям катализатора. С этой целью перелив суспензию в заранее взвешенный стаканчик и, определив ее массу, остается добавить необходимое количество твердителя. Далее компоненты следует тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Так как в моем случае имеется шейкер, воспользуюсь им для более эффективного замешивания. Затем полученную смесь выливаю в форму. В силу того, что при гомогенизации вновь образуются пузырьки воздуха, суспензию помещаю в оксикатор для дегазации и оставляю так сохнуть на 24 часа. Конечно, можно сушить и при атмосферном давлении, но в дальнейшем оставшиеся пузырьки воздуха будут только ухудшать теплопроводность. Спустя сутки, извлеча форму, с помощью скальпеля прохожусь им по периметру и аккуратно достаю термопрокладку. Могу сказать, что она получилась достаточно мягкой и пластичной, правда ее толщина составила порядка полутора миллиметров. В целом ее линейные размеры можно достаточно легко регулировать, подобрав или изготовив требуемую форму. К сожалению, на текущий момент у меня нет возможности померить теплопроводность полученной термопрокладки и сопоставить результат, например, с производимой в Китае. Поэтому я решил воспользоваться Orange Pi и посмотреть, насколько эффективно термоинтерфейс будет отводить тепло, выделяемый от процессора при постоянной нагрузке по сравнению с купленной мною на Али. Но прежде, используя радиатор как шаблон, с помощью канцелярского ножа вырезаю термопрокладку, потом аккуратно устанавливаю ее на процессор апельсинки и прижимаю радиатором. Для более плотного контакта во избежание воздушных пустот использую обычные стяжки. Первым делом снимаю показания на китайской термопрокладке. В операционной системе Ambient с помощью утилиты TMax открываю два окна. В правой части прописываю приведенную команду, выполняющую архивацию непрерывного потока случайных данных и пересылку результата в вечно пустой файл. А в левой с помощью программки Sensors с интервалом в одну минуту фиксирую изменение температуры. По окончании 20 минут у меня получилась такая зависимость. Аналогичным образом выполняю измерение, используя самодельную термопрокладку с наполнителем из оксида алюминия. В итоге полученная кривая на первый взгляд ничем не отличается от предыдущей. Но при сопоставлении обеих зависимостей видно, что китайской немного уступает сделанной самостоятельно. На мой взгляд, такие расхождения находятся в пределах погрешности. Только хочу заметить, что толщина сделанного термоинтерфейса получилась немного больше по сравнению с промышленным образцом, что в свою очередь оказывает влияние на теплопроводность, тем самым уменьшая ее. На этом у меня все, желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.